И мы уступаем сцену Роману Власенко, солисту легендарной группы «Галактика», который знает цену продуктам «Тенториум». И эта цена — его голос. Потеряв его много лет назад, он обрёл его вновь благодаря нашим продуктам. Поприветствуем! Спасибо. Я вышел к вам для того, чтобы подарить вам замечательные песни, потому что я пою только то, что мне нравится, и надеюсь, что у меня неплохой вкус. Если наши вкусы совпадут, нас ожидает приятное знакомство. Я не молод, я не юноша, но возраст — это не годы, а вопрос внутренней молодости. Я молод, мне всего 76 лет. В таком возрасте самое высокое искусство — это умение себя поддерживать в высоком творческом тонусе. Слава Богу, для этого есть апифитопродукты. Но об этом я позже расскажу. А сейчас творческая биография. В 67-м году закончил Институт искусств по классу вокала. И сразу был приглашён в джаз-оркестр, в солистом джаз-оркестр профессора Анатолия Кролла. В 70-м году перешёл в Добрый молодцы. В 76-м году стал лауреатом всесоюзного конкурса «Сочи-76». В 78-м году сдал программу на сольное отделение Министерства культуры РСФСР и получил звание заслуженного артиста России. Мне казалось, что всё сделано для того, чтобы удачно можно было стартовать. Но аллергия разрушила мои планы. И я вынужден был замолчать. Отёк носоглотки. Врачи не находили ничего. Говорили, не удалось установить, на что у вас аллергия. Ну, я принял этот удар судьбы. Слава Богу, для того, чтобы остаться в профессии, я создал рок-группу «Галактика» и 10 лет гастролировали по Советскому Союзу с 80-го по 90-е годы. А когда распался Союз и был поднят железный занавес, к нам приехали представители западного шоу-бизнеса с целью выбрать рок-группу для западного рынка. Англоязычную рок-группу. Из нескольких групп выбрали мою. Сделали контракт и уехали на 5 лет в Соединённые Штаты. В 92-м году уехали. Но не буду рассказывать о нашей работе и жизни в Америке. Скажу только одно. Что американские врачи, которые работали в направлении микроэлементологии, сделали анализ, взяли волосы и ногти мои и определили, что аллергия у меня от того, что два микроэлемента на нуле были практически. Это молитден, по-моему, и марганец. Но лечиться я в Америке не мог, потому что в контракте не было медицинской страховки. В 97-м году я вернулся в Москву. Через несколько дней лёг в больницу. Месяц там провалялся. Что-то кололи мне. Бесполезно. Ничего. В 2000-м году меня познакомили с афифитопродукцией. И я сначала с недоверием, но начал я кушать это. Буквально через два месяца я почувствовал, что облегчилось дыхание, улучшился сон. Стал появляться, восстанавливаться природный тембр. И через некоторое время я решил, что надо... Ну как, я где-то через полгода уже восстановил голос и начал петь. И с 2000-го года по нынешней, по настоящее время... По настоящее время я постоянно покупаю эти уникальные продукты. Каждый месяц на 10-12 тысяч рублей я делаю покупку этих продуктов. И это меня держит на полу. 17 лет я не знаю, что такое грипп. Что такое... Что такое простуда, ангина, трахеид, как это бывает у вокалистов. Я не знаю. Я очень благодарен этим талантливым трудоголикам, этой команде во главе с господином Хизматулиным, которые создали эти уникальные продукты. Спасибо и низкий поклон. А познакомила меня с этими продуктами замечательная женщина, Ольга Алексеевна Семенова. Оля, спасибо, что бросила мне спасательный круг. Вот потому я до сих пор на плаву. Теперь я правильно питаюсь и путешествую с концертом. Рассвела черепка в саду, на мое несчастье, на мою беду. Я в саду хожу, хожу, на цветы гляжу, гляжу. Но никак цвета, цвета я милой не найду. Я милой не найду, а не найду.